Ну что ж, друзья, на PeopleStar наши, можно сказать, иностранные коллеги, гости, ну, гостями назвать, наверное, сложно, но всё равно из Украины, гости из Украины. Друзья мои, Арсений, человек, который будет делать туры по Украине, нашей Кристине Избекневской. Привет, Арсений! Добрый! Как поживает Украина наша? Украина поживает отлично, Украине нравится продукты, музыка подобного формата, который делает Кристина, который, ну, сейчас на самом деле переживает, так сказать, второе рождение. Потому что люди, как на Украине, как в России, приели с некачественным материалом, достаточно некачественным материалом одноразового характера, где нету ни текстов, ни мелодии, ни исполнения, ни актёрской игры, ни подачи какой-то. Всё, всего того, что присутствует как раз у Кристины. А, то есть, получается, что вы-то, наверное, лучше, чем кто-либо другой знает вообще рынок, да? Рынок музыки. Ну, украинский, ну, не то, что лучше, но неплохо знаю, так скажем. Ну, а вот, скажем, есть какая-то, вот, какая-то существенная разница, но я не беру языковые барьеры, в принципе, как бы, та музыка, которая сейчас, ну, востребована на Украине. Абсолютно. Сильно отличается или вообще не отличается? Нет, во-первых, относительно языковых барьеров это всё, ну, надумано и выдумано, и какого-то нет. Ажиотажа на украинские песни ярко выраженного нет, да? Абсолютно. То есть, он как был, так и остался в том же процессе? То есть, он, опять же, если украинская, украиноязычная песня качественная, то есть, она может быть хоть на китайском спе, это, ну, любая. Я понял. То есть, тут главное музыка, главное то, что человек отдаёт, то харизму, то отдачу, ну, опять же, то, что мы, видимо, увидели у Кристины. Ну, я понимаю вас как людей всё-таки не столько творческих, сколько всё-таки коммерческих, да, потому что прокатить артиста по какому-то там маршруту, это всё равно стоит каких-то усилий и, самое главное, касса. Мы же себя это прекрасно понимаем. То есть, крутость артиста составляет касса, да, то есть, понятно, что кому-то не нравится Стас Михайлов, но он кассовый, да? Хочешь, не хочешь, как будто не относился к этой музыке, ты вынужден, как бы, придерживаться всё-таки, ну, какой-то экономической составляющей. А вот в данном случае, вот с Кристиной, да, как бы продукт на Украине, наверное, тоже не сильно известный, будем говорить так, дебютный проект, вот так вот. Дебютный проект, то есть, для того, чтобы сейчас устроить какой-то нормальный, действительно, гастрольный тур, мы в первую очередь промоушен, вот. То есть, нужно будет поработать, действительно, на промоушен именно Кристины на Украине, что, я думаю, к чему мы приложим большое усилие, вот. Я, кстати, так, не совсем коммерсант ставший коммерсантов, музыкант, 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 музыкант и ещё раз музыкант. Понятно, что в нашем роде деятельности, в основном, люди-то, имеющие достаточно широкое представление о том, как это всё происходит, да? Да. А составляющие, которые необходимы, конечно, звук, качество, всё-таки 21 век, да, уже 2012 год, не просто какой-то второй, а 12, то есть, люди же привыкли к комфортному звучанию, у всех дома есть качественная какая-то аудиотехника, почти у всех, все уже примерно знают, как это должно звучать, да? То есть, а вот такой секрет, открой, пожалуйста, Арсений, если тащить Кристину по украинским, скажем, турам, да, ну, я имею в виду, в туре тащить по каким-то площадкам украинским, вы к какой схеме прибегнете? Всё-таки, наверное, сама по себе она, может быть, для начала, может, не соберёт так большого количества, но, может быть, с какой-то, как у нас в России называют, обезьяной, то есть, с каким-то уже известным артистом в Губе? Ну, я как раз-таки, вот, ну, возможно, как сказать правильно, в случае с Кристиной, как раз-таки, ну, не обезьяной, так сказать, а каким-то из украинских исполнителей, ну, подобного характера, в контексте которому этот дуэт очень сильно прочёлся. Поверьте, как бы исполнители подобного жанра есть очень, как бы, серьёзные, популярные, вкусные, красивые, и, я думаю, что в этом бы дуэте тандемы смотрелись бы очень хорошо. Да, я об этом не подумал, я подумал именно о российской какой-то такой, о российском нашествии, так сказать, с точки зрения шансона, шансон, исполнитель шансона и Кристина. То есть, а у вас, то есть, такой, получается, симбиоз проверенного украинского какого-то, да, продукта про Кристина? Да, да, да. Ну, я понял. Ну, что ж, интересная схема, надо сказать, очень удачная. Потому что, ну, Кристина, то, что мы прослушали сегодня, это достаточно самостоятельный материал, то есть, здесь тяжело, как бы, назвать не хедлайнером. То есть, это действительно, наверное, полноправный тандемный проект, который имеет право существования как на Украине, так, ну, априори, в России. Понятно. Ну, спасибо большое, наши украинские коллеги. Сегодня были на связи на ресурсе PeopleStar. Слушайте нас всегда, смотрите нас всегда. И знайте, что мы всегда все делаем для вас. И вам укол ваших мониторов. Было не скучно. И читайте нас на портале русской шансон.инфо. Отлично. Все все запомнили. До связи, друзья мои. Спасибо. Спасибо.